всем привет это уже второй выпуск фотослухов и новостей в котором мы обсуждаем соответственно новости и фотослухи и у нас сегодня можно сказать особое включение потому что новое видео на канале появилось совсем недавно и я все-таки не сторонник записывать видео слишком часто тем не менее новость которая есть нельзя обойти ее стороной появился пресс-релиз на камеру fujifilm xh1 пока это не на сто процентов официальная информация официальная будет только в день анонса это приблизительно через два-три дня насколько я могу представить но сегодня уже есть очень четко очень конкретная информация по этой камере давайте мы проанализируем ее посмотрим что же нас ждет в камере fujifilm xh1 и что ее выделяет на фоне тех камер которые у fuji уже есть поехали естественно я все тут не запомнил что там есть но выписал на листочек и сейчас мы с вами подробно будем обсуждать что же нового fujifilm предоставил в своей камере xh1 предыдущем видео в принципе мы уже эту камеру затрагивали в предыдущем видео которое касалось фото новостей но сегодня появилась достаточно подробная информация по множеству показателей вообще полная спецификация новой камеры включая и цену и какие-то другие особенности давайте по порядочку я не буду вам перечислять все спецификации которые есть остановимся на каких-то конкретных которые эту камеру выделяют во все линейки fuji x посмотрим чем она реально лучше чем ее предшественники и чем например топовый флагман сейчас чем fujifilm x-t2 первое что бросается в глаза это конечно размеры и вес этой камеры камера стала значительно больше сейчас вы можете увидеть собственно фотографию этой камеры на фоне с сегодняшним флагманом x-t2 xh1 стала значительно больше по размеру и самое интересное она еще значительно больше стала весить если вес x-t2 был 507 грамм то вес новой камеры составляет уже 670 грамм с элементами питания честно говоря это уже очень прилично и приближается к весу таких продвинутых зеркальных фотоаппаратов одно из самых интересных нововведений в камере x-t1 это конечно же матричная стабилизация изображения по имеющимся на сегодня данным есть информация что это будет около 5 стопов стабилизации или даже больше в зависимости от того какой вы объектив будете использовать с новой камерой еще ранее появлялась информация о том что внутри матричная стабилизация и стабилизация в объективах будут работать совместно но судя по всему двойную стабилизацию не будет поддерживать ряд объективов таких как fujifilm 10-24 18 55 миллиметров и 55 200 каждый пункт я буду сегодня комментировать и что касается этого пункта то я могу отметить что это нужно было сделать уже достаточно давно потому что компания fuji имеет интересные фиксы которыми в принципе можно неплохо снимать видео но которые не имеют внутренней стабилизации и стабилизация в тушке конечно исправит это положение позволить с помощью фиксов неплохо снимать видео даже без использования дополнительных приборов таких как штативы моноподы и так далее а видео мы будем говорить сегодня немало потому что очевидно что эта камера ориентирована не в последнюю очередь на те кто снимает видео здесь у нас и стабилизация которую мы уже обсудили также они улучшили качество видеозаписи у нас теперь есть 4k с битрейтом 200 мегабит в секунду это очень прилично при этом камера снимает флок и записывает флок уже на карту памяти если вы помните x2 так делать не умело записывала флок только на внешний рекордер еще из интересных плюшек которые они добавили с точки зрения видео это автофокус который будет у нас следить за лицами в том числе и в режиме 4к предыдущие камеры этого не умели они следили за лицами только в режиме full hd также что касается видео они заявляют о поддержке режима уменьшения мерцания искусственных источников света или на английском он называется flicker редакшн мод это еще одна дополнительная плюшка для видеооператоров ну из недостатков у нас по-прежнему остается ограничение в 15 минут записи 4k видео по-прежнему она может быть расширена при подключении бустера то есть батарейного блока до 30 минут из других особенностей новой камеры стоит отметить что аккумулятор x h1 я так понимаю не претерпел изменений по крайней мере показатели которые он дает они даже немного похуже чем то что было у x-t2 например время работы от аккумулятора при съемке составляет 310 кадров всего лишь в режиме фото в режиме видео 4k аккумулятора хватит на 35 минут full hd хватит на 45 минут конечно эти показатели более чем скромные и учитывая то что камера серьезно прибавила в размерах можно было бы ожидать более емкие аккумуляторы но этого видимо не случится конечно есть вариант того что в том же форум факторе позднее они предложат более емкие аккумуляторы но возможно что этого и не случится вообще предыдущем выпуске фото новостей я предполагал что возможно камера будет ориентирована как на тех кто снимает видео так и на репортажных фотографов тогда информации было еще недостаточно чтобы делать какие-то конкретные выводы но сейчас информацию уже много и могу вам сказать что скорострельность у данной новой камеры она особо не отличается вообще не отличается от того что было у fuji x-t2 и также немного почему-то уменьшился буфер кадров но там совсем немного соответственно камера с точки зрения репортажного фотографа не стала как бы лучше поэтому говорить о том что это какой-то конкурент или аналог а 9 от sony или аналог какого-нибудь canon 1d x нет ничего подобного это скорее больше камера заточенная под видео это мое личное мнение которое сейчас я могу выдвинуть смотря чисто на спецификации нужно будет уже смотреть когда будет официальный анонс когда камера будет представлена как сама компания fuji позиционирует ее но я думаю что она скажет что это универсальная камера для различных профессионалов то есть тут они в принципе не слукавит я думаю такой камеры можно успешно снимать как и фото так и видео но еще есть всякие мелочи которые для кого-то может быть будут важными эту камеры появился bluetooth появился тачскрин ну тачскрин был уже у fuji x-t20 у x-t2 его не было ну не знаю если кому-то это важно то он в этой камере тоже будет что хотелось бы в итоге сказать с моей точки зрения по этим спецификациям можно сказать что вероятно выйдет очень интересная новая камера fuji film x-h1 кстати ее цена будет около 1900 долларов в сша 1900 евро в европе в принципе судя по всему цена будет не сильно отличаться от того что сейчас есть на x-t2 то есть они будут в какой-то степени конкурировать но скорее всего конечно x-t2 вскоре покинет рынок и выйдет новая x-t3 и я думаю многих возникает вопрос а как они вообще будут друг с другом соотноситься то есть кто будет покупать x-t3 новую кто будет купать x-h1 думаю внимательные зрители заметили чем эта камера не выделяется на фоне того же x-t2 у нее осталась та же матрица у нее по сути остался тот же процессор и получается что с точки зрения фотографии какого-то прироста эта камера не дает я думаю не дает она его потому что они оставили это на x-t3 уже есть слухи о том что там будет матрица что-то в районе 30 мегапикселей она будет обновленная я думаю та камера будет больше заточена под фото у нее не будет стабилизатора изображения соответственно они немного разделят сегменты если вы хотите фотографировать если вы фотограф то вам наверное будет интереснее новая камера x-t3 которая очевидно тоже скоро появится пока они есть только очень немного информации если же вы видеограф или вы и фотографируйте снимаете видео то вам скорее всего будет интересно именно x h1 как по мне это достаточно неплохое расширение линейки хотя честно говоря с моей точки зрения они бы могли запихнуть все в одну камеру но вот не захотели но это уже их дело а сегодня на этом все я надеюсь это было немного полезно и интересно для вас это был выпуск небольшой фото новостей посвященный выходу новой камеры от компании fuji x h1 всем спасибо за внимание делайте правильный выбор пока пока